Распитие спиртных напитков, незачехленное огнестрельное оружие. Более 40 дел об административных правонарушениях с начала открытия сезона охоты возбудили сотрудники полиции. Вместе со стражами порядка на охоту за охотниками вышел и наш корреспондент Мирамгуль Салкимбаева. Вы мне покажите свой документ, что вы охотник. Вы понимаете, мы хозяева этой территории. Хорошо, откуда я знаю, что вы хозяева? Эти кадры были сделаны 7 сентября. На берегу озера Жамангуль собралась компания охотников. В их числе был даже егерь, он же представитель Тимиртаусского общества охотников и рыболовов. Сезон только открылся, а уже есть ряд правонарушений. Звероловы не только находились на чужой территории, но и распивали здесь спиртные напитки. Егерь Юрий Марков, который, по идее, должен был остановить безобразие, стал главным участником веселья. Владелец территории отмечает, что охотники не только злоупотребляют спиртным во время охоты, да еще и вытаптывают его посевы. Следить за каждым нарушителем местные фермеры физически не успевают. Писали жалобы и в природоохранную прокуратуру, и в полицию. Однако проблема с мертвой точки так и не сдвинулась. И вытаптывают посевы, закапывают окопы прямо на пассивных полях. И были тоже случаи пожарные, пожары были позапрошлым годом. Мы своими силами ели и потушили пожар. Двое жителей Тимиртау тоже в числе нарушителей. Они охотились в 800 метрах от села Чапаева, да еще и ходили близ поселка с расчехленным оружием. А ведь в законе черным по белому написано, охота на расстоянии ближе двух километров от населенного пункта запрещена. Но для этих тимиртаусов, видимо, закон не писан. Разгоряченные охотники начали угрожать своими связями. Экаешь, светишь, руки за руки. Ты меня не знаешь. Ты меня не понимаешь. Я не простой человек. Нам нам плевать, кто бы ты не был. Ты на этой территории не местный. Ты золотой человек. Отходи. Ты умеешь? Не надо с человеком разговаривать, если ты не простой человек. Не надо. Под морком, под багажник. Не надо. Ты не знаешь меня. Не надо. Эй, вот это. Утром владельцы территории вызвали сотрудников полиции. Представитель правоохранительных органов изъял у злослых нарушителей оружие и составил протокол. А вот один из предприимчивых охотников просил разобраться на месте. Вы вчера тоже меня... Ты же говорила, что ты не меня не знаешь, кто я такой. Я тебе покажу вот так. Ты покажи. Я покажу. Я сказал просто, что вы меня не знаете. Ну, давай разберемся. Ну, скажи, как разберемся? Я не знаю, откуда у вас такая информация. Нет, есть ли основное нарушение проведения охоты в радиусе 800 метров. А если, как говорится, визуальных нет никаких доказательств о том, что данные лица управляют транспортным средством в состоянии окольного опьянения, здесь, как говорится, здесь тогда можно любого останавливать. Тем временем представители инспекции лесного и охотничьего хозяйства уверяют, что проблему нужно решить обоюдно. И как бы обоюдно давайте встретимся. Ну, это на мой взгляд, потому что так мы и решим. Ну, вот и обговорим эти вопросы, допустим, на этот период, допустим, там усиливают, ставим там кордон какой-то, вагончик вытаскивают, чтобы сидел тот же Марков и охранял, и да вот, если Марков там не устраивает, значит, там другого егеря пусть берет. А вот с темиртаусским городским обществом охотников и рыболовов, которые выдает путевки на охоту, связаться не удалось. Их не оказалось на рабочем месте. Однако в инспекции лесного и охотничьего хозяйства обещают, что ситуация найдет свой конец в самое ближайшее время. Миром Гусел Кимбаева, Жаслана Мандыков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.